Вот все, они начались. Видите, уже до самого, туда до моста они уже это доходят. Вот вдоль ручей здесь они будут, видимо, отводить. Вот все, начинают они. В Солонешинском районе артель «Солнечная» готовится к добыче рассыпного золота. Скандальные новосибирские старатели еще в 2021-м пытались арендовать участок недр, россыпь реки Щепета и реки Солонешная. Минприроды края идею не одобрило, ссылаясь на краснокнижные растения. Кандык сибирский и рябчик шахматный. Через эту территорию зачастую мигрируют косули, так нам рассказали местные жители. Поэтому работа старателей может навредить не только краснокнижным растениям. В 2022-м договор аренды земель все же заключили, но госэкспертиза разрешения на работу не дала. Два года они здесь не появлялись. Прошли несколько судов разных инстанций, которые именно суды принимали решение запретить эту деятельность на территории Солонежского района. И вот теперь мы узнаем буквально в конце июля, наш глава Александр Сергеевич узнает, что лицензия получена. Получили лицензию они с помощью исследования территории ботаниками из АГУ. Они здесь взяли по две тысячи экземпляров, гербари сделали, потом что-то они там ушел брали. И эти места краснокнижные, мы их как отгородили, мы их копать не будем. А, то есть они все-таки есть тут? Мы будем копать выборочно, где нет краснокнижных. Однако эти исследования противоречат другой экспертизе – КГБУ «Алтайприрода», проведенной тремя годами ранее. Тогда специалисты обнаружили в сотни раз больше точек произрастания краснокнижных растений. Это вывод суда о том, что виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Алтайского края, на этих участках присутствуют. Университет выдает заключение, что их нет. Власти района против подобного вмешательства в экосистему. Тем более, печальный опыт уже был, рядом с селом Топольным в 2019 году. Вот что стало с местностью. Сплошные марсианские впадины. Не решила вопрос рекультивация земель в виде нескольких тысяч высаженных сосен. Потенциальный ущерб оценили в 1 миллиард рублей. Земельные участки природных ресурсов, они все рекультивировали. А вот именно земли с хостом, которые были нарушены, их не восстановили. Так эти до сих пор земельные участки не восстановлены. Настрой местных жителей тоже понятен. Большинство против, опасаются повторения истории. Тем более, в этот раз объект охватывает не просто село, а подъезды к районному центру с населением в 3000 человек. Особенно жители переживают за реку Солонежка. Предыдущий пример в Топольном, что они после себя оставили. И здесь они все загубят. Вид-то какой будет. Лунный лошавт, поэтому вода уйдет, речка иссохнет. Рыба и та пропадет. В общем, беда будет. Рыба на икромет поднимается по этой реке. Если они там перекопают, там уже на лет 50, наверное, никакого живого существа не будет. Из реки могут брать на хозяйственные нужды, это понятно. Но на подземные воды-то это тоже... У кого станции и вообще как большинство населения на станциях, то есть собственная вода. А дорога, что они там сделали хорошую дорогу, где копали? В Барсуковом копали, дорога отвратительная. В Степном копали, дорога отвратительная. В Матвеевке копали, дорога никуда. Что они сделали дорогу? Не сделали они ничего. А речки испортили. Самые большие переживания у местных пчеловодов, которые за счет продажи меда только и выживают. Они опасаются, что растения, с которых насекомые собирают нектар, пыльцу и клейкое вещество, просто вырвут. Ведь они произрастают рядом с рекой. Также будут страдать пчелы из-за грязной воды. Они могут гибнуть. Они кормят водой. Им нужно чистой водой кормить расплод. Он может заболеть. То есть это дети пчел. Соответственно, могут возникнуть гнильцовые заболевания расплода и гибель всех пасек. Речь идет более чем о тысячи пчелосемей, которые могут вымереть и тем самым погубить населенные пункты. Однако и на это у золотоискателей есть ответ. А этот вопрос как? Это будут делаться отстойники, три отстойника специальных. Отводится будет вода в сторону. И что-то в русле вода будет мимо проходить. Мы в речке самой мыть не будем ничего. Местные утверждают, что подобное решение неэффективно. Пример тому – топольное. Мы прекрасно знаем, что когда они стояли выше топольного и отстойники были, но что вечерами и ночами вода спускалась рано. Нет, не обманывайте. Это 100%. Не обманывайте. По информации СМИ, в последний раз старатели принесли в казну района 11 тысяч рублей. Притом нашли около 30 килограммов золота. На новом участке, согласно показаниям экспертов, может быть в три раза больше. Если перевести в рубли – сотни миллионов. Однако, какой процент пойдет в бюджет района – непонятно. Да и стоит ли это тех проблем, из-за которых жители могут уехать из родных домов. Ну а вымрут ли деревни или район озолотиться – покажет только время. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.